Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала дрожжа с вами ошибка и мы продолжаем играть в ускоряющий мир так с дедом мы не говорили давайте поговорим я не бою дедушка я не был сейчас шляпы не те что раньше я сэдвиг вот когда я был маленьким клоуном тогда были настоящие шляпы помпоны были большие крепкие сэдвиг твой внук таким помпоном можно было быка глушить быка жалко конечно но вот это были всем шляпам шляпы так чем тебе помочь сначала пожалуйста не путать меня с беном да юность пара разочарований весь мир против тебя но есть вещи похуже тесных шляп и узких рубашек уж поверь например да 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 я очень внимательно тебя слушаю сарказм шпрёс к старости у тебя появится еще и тесные штаны о господи что я понял за все эти годы что же ты понял старости нужны только теплые подштаники и чтобы не жали нигде и не тянули что о чем ошибая баня ну кому о чем нравится опять приснился жуткий кошмар помню в детстве у нас была забавная поговорка как раз на эту тему пропонтфоны вот досада вторую поговорку сон гроша не стоит вот уж глупости еще как стоит в плане что он сны свои продавал и даже не по грошу а гораздо дороже бизнесмен если подумать так я сам их и продавал а это ты был покупать сны никто в этом то и беда провалился бизнес ну да это не пытка ну да всегда найдутся дуралеи которые не прочь спустить деньги на какую нибудь ерунду ясно ты ведь много чего повидал на своем веку а то как же спрашивай все сколько унесешь что ты знаешь про сенний лес лес место волшебное загадочное и существа там разные живут нынче их поменьше чем в прежние времена в стародавние времена там разные создания жили в пещерах в развалинах по сю пору их следы остались а уже на моей памяти когда я еще мальцом был половину долины затопило великий потом озеро осталось и остров посреди больше я ничего и не припомню и не удивительно ты свой цвет волос забудешь если на часок отойдешь от зеркала но я еще помню что начинается он на букву с не считается ты угадал ну я прав ладно ладно вот видишь а мне больше и не надо надеюсь они синие а не салатные и осиных не подумал да или осилы ты знаешь что нибудь о кошмарах и видениях ооо достаточно чтобы понимать что я о них ничегошеньки не знаю да могут только настоящие оракулы и только они могут понять было у тебя видение или так баловство Я тоже как-то думал, что мне было видение Явился мне ангел И сказал, что мои панталоны спасут мир Обалдеть! Я радовался, паломничество сходил Последователи собирал Как Форренд Гамбер был, что ли? Службы устраивал И за всё это время ни разу не сменил портки Потом одна цыганка мне объяснила, что это просто дурацкий сон Ты и представить не можешь, как мне было стыдно Пять лет в монастыре И всё из-за слишком сытного ужина перед сном Ладно, я сам справлюсь Я сам всё, что нужно узнаю Да, это правильно Ты, конечно, считаешь, что я мудрый И всё на свете знаю Но, признаюсь Кое-что у меня в голове всё-таки путается И это что же-то? Ты ведь много чего повидал на своём веку Унесёшь Да, это мы спрашиваем Это мы увидимся Выше нос, Бен Да не Бен, я Так, ладненько И с Беном мы ещё не поговорили, да? можно попробовать ты собрался жонглировать ты и нос бы уронил не будь он приклеен к роже жонглируют только приличные люди они туго дума вроде тебя ну вот обидеть любой гораст так подожди бен как место бы а вот привет 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 лентяй сколько раз повторять репетиция начинается на рассвете я не виноват мне ночью совсем не спалось не спалось с чего бы вдруг опять эти твои кошмары не просто кошмары они такие настоящие землетрясения скалы елки-палки сэдвиг возьми себя в руки ты же клоун шут ты артист клоуны должны веселить людей а ты навеваешь тоску грустный клоун просто когда следующее представление откуда я знаю тут такое же запустение как и везде где мы проезжали люди уходят из этих краев все боятся конца света люди боятся конца света мы должны их веселить офигенно ну хоть что-то до поднимать настроение у народа может кто-нибудь другой будет клоуну а что будешь делать ты украшать тигров пойми наконец для серьезных номеров ты талантом не вышел жонглировать не можешь надулся получается просто меня уже тошнит от плоских шуток почему бы нам не поставить представление классом повыше и что ты предлагаешь я написал пару стихотворений он избавь меня от своих стишков поверь никому не интересно твое нытье в отделе парус одинокий из глубины в глаза мне смотрит шут чем громче он смеется тем я сам больнее удары миру наношу вот поэтому тебя никто и не любит если уж приспичило писать стихи почему бы не сочинить веселый лимерик лимерик жил на свете загадочный шут говорил он все скоро умру и ужасно грустил никого не смешил был он скучный зануда и плут как насчет театра чего-чего театра никто не понимает этих надутых индюков знаешь почему люди любят цирк потому что в нем не надо напрягаться ага понятно если кто-то ищет настоящего тупицу пусть приходит ко мне и его поиски будут окончены постойка ладно театр вычеркиваем но надо люди приводят цирк чисто поржает уже люди люди любят идиотов потому что когда они видят идиота они чувствуют себя умнее лучше а люди любят себя чувствовать лучше чем другой любой человек это банальное самоудовлетворение с или в коем-то мере эгоизм как насчет философии в каком смысле что может быть интереснее чем проникнуть в самую суть бытия не проникать в нее еще идиотские предложения мне бы хотелось заняться чем-то умным слушать умным мы ничего не производим и при этом неплохо зарабатываем что может быть умнее ну да вообще-то цирк единственный достойный жанр искусства такие шуточки никому не понравятся лучше пойди и потренируйся отрыгивать алфавит о боге куда круче номер с пушкой мои кошмары должны что-то значить ничего они не значат только слабаки обсуждают сны и все эти твои книжки тоже для слабаков и стишки очнись ты живешь в реальном мире пора уже вырасти что мне делать только не говори что опять забыл про свои обязанности ты про список есть есть у меня этом я совсем про другое про что хочется сделать что-нибудь действительно важное что-то значительное они заниматься каждый день этой скукотой чем раньше ты начнешь тем скорее нечего закатывать глаза у тебя есть обязанности и не надо к ним так относиться и сейчас тебе надо готовиться к номеру с пушкой или пройдись по округе может найдешь нам каких-нибудь зрителей второе предложение мне нравится больше хорошо увидимся все говори и все пройдет так ну что еще лопату лопату я возьму лопата мне пригодится круто спасибо так ну все да а вот вот выход уходим отсюда я думаю здесь нам больше делать нечего куда собрался хочу осмотреться в лесу смотри не заплутай не беспокойся ждите к обеду такой и нормально так я и знал ты в трех соснах потеряешься чё за чё за да здесь мы что-то не решили но из загадок надо подумать из загадок я непонятно мне вот эта ловушка давайте посмотрим на нее еще раз как-нибудь именно посмотрим ловушка на дракончиков опять пустая обычно дед приманивает дракончиков яйцами ноахи яйца ноахи а у нас о прикольно все смотрится да типа сумка такая рюкзак ну это пробка но мало ли дракончики на такое не купится на качестве приманки дед всегда использует яйца ноахи ну яиц у меня нету ну как бы одного ноахи я не знаю в той комнате у нас еще печь какая-то была может там загадка какая-то спичка как-то разобраться так нас есть лопата не выйдет бэн уже пытался открыть дверцу а он намного сильнее меня залезть бы в нее изнутри изнутри слушать им не можешь помочь капель что-то ты растолстел капель раньше ты в любую щель мог протиснуться а теперь посмотри на себя а как мне тебя сдуть может можно нет дуть тебя нет ой что это что это и прикольно прикол ясно теперь мы можем мы сдули а ну может сработает и капель помоги-ка мне нужно открыть эту штуку как думаешь справишься она давай капель я в тебе верю я ручок мужик гуси прикольно шелкопрят на какой-то шуршит аж поселел четко или или как трусится как собака прикол о там шкатулка какая-то сундучочек прикольно шкатулка чё за шкатулка а это не бы на ваш катулка в печку не важно как она попала мы ее оттуда вытащим это у нас шкатулка да а у нас еще и ключ есть она может быть это ключ от шкатулки бена подходит шкатулка открыто круто у нас теперь есть карта возможно из-за карты мы не могли без карты мы не могли просто так шляться мы все время возвращались обратно к лагерю но в любом случае будем наверное сегодня заканчивать нашу серию именно на этом моменте потому что он все-таки длится довольно долго да и до логического конца как говорится мы все-таки с вами дошли то есть мы пойдем следующую локацию же следующие серии огромнейшее вам ребята всем человеческое спасибо за то что вы посмотрели этот видеоролик если вы впервые на нашем канале и вам понравилось это то конечно же ставьте лайк и подписывайтесь на канал и если вы не впервые то тоже подписывайтесь на канал ну вы уже да но поставьте лайк это 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 поможет это поможет если вам понравилась история вы хотите увидеть следующую серию этой замечательной фантастической сказки подписывайтесь в группу вконтакте и советуйте канал друзьям а всем удачи до скорого и пока до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok